Уже во второй раз база Дельта на Балхаше радушно принимает съемочную группу телеканала диалоги о рыбалке. Эта база находится в центре дельты реки Или, со всех сторон окруженная камышом и огромными водными просторами. Сюда едут как рыболовы, так и подводные охотники со всего бывшего пространства Советского Союза. И неспроста. Зачем сюда едут подводные охотники из России? Ведь, казалось бы, у нас под боком есть своя Волжская дельта, богатая рыбными ресурсами. Дельта реки Или и реки Волги имеют много схожего, и в то же время есть коренные различия. Природные условия двух этих мест практически идентичны. То есть, река при впадении в озеро или море затормаживает свое течение и разливается на множество рукавов, проток, ериков и разливов. При этом вода, проходя через огромные камышовые пространства, очищается и становится очень прозрачной. Видимость порой достигает 10 и более метров. Если в дельте Волги такие места называются раскаты, то в дельте Или называются просто озера. В дельте Волги есть рыба, которой нет в дельте Или и наоборот. В Астраханской дельте водятся щуки, обыкновенные окуни, огромные красноперки, которых нет в реке Или. Зато в реке Или обитают огромные амуры. В большом количестве плавают экзотические дальневосточные змееголовы, а также много жериха и судака, которых сложно увидеть в нашей дельте. На первом месте стоит, конечно, трофейный амур. Именно он манит сюда большую часть подводных охотников. В дельте Волги амуры тоже есть, но они не таких размеров и встречаются не в таком количестве. И плюс в дельте реки Или обитает такая странная рыба, как змееголов, которая здесь размножилась в огромных количествах и также является интересным объектом для подводной охоты. Но об этой рыбе мы поговорим в другой программе, а наша сегодняшняя тема будет именно трофейный амур. Базу дельту организовала замечательная семья подводных охотников Валера Беличенко и Юлия Грушакова. В отличие от многих рыболовных баз, изначально дельта была организована для подводной охоты и 90 процентов приезжающих сюда туристов это подводные охотники. База дельта расположена таким образом, что до ближайших мест охоты при желании можно доплыть от базы на ластах. Причем в ближайших акваториях очень часто встречается амур. Первую информацию, где и как искать эту рыбу в данное время, можно получить прямо от Валерия и Игоря и базы. Ведь большинство из них не просто выполняют функцию водителя лодки, а очень азартные подводные охотники, многие из которых практикуют охоту именно на амура. Средний амур, встречающийся в дельте реки Ильи, это рыба весом от 10 до 15 килограммов. Крупные амуры от 16 до 20 килограммов попадаются реже. Соответственно, трофейные амуры, вес которых переваливают за 20 килограммовый рубеж, еще реже, но все равно регулярно. В прошлой поездке нашей группе удалось добыть рыбин весом 23 килограмма. Это, конечно, не самый большой экземпляр, взятый охотниками на базе, но его вес до рекордного не дотягивал всего лишь пару килограммов. Практически каждый день пребывания на базе кто-нибудь из подводных охотников брал амура. В один из таких дней Евгений из Минска привез на базу амура весом 10 килограммов. По его рассказам, он нашел очень красивое место с прозрачной водой и глубиной порядка двух с половиной метра доверху заросшей ордестом. Нырнув в заросли речной травы, справа от себя он заметил два силуэта. Не мешкая, я сделал точный выстрел в ближайшую рыбу и взял трофей. Как рассказал Валерий в дельте реки Ильи, стали прослеживаться положительные тенденции в плане увеличения численности многих видов рыб. В этом году, интересно, я заметил один факт. Много появилось мелкого амура в акватории, такого где-то в районе двух килограмм. То есть это значит, что года три назад он где-то здесь близко отнерестился. Когда-то как раз года три назад я заметил, что было много воды и было такое ощущение, что многие амур здесь остался на нерест. Я еще говорю, что-то вроде должен уйти на нерест, а он здесь остался. И вот, видимо, отнерестился где-то здесь, нашел себе местечко. То есть много появилось мелкого белого амура. Раньше как-то такого вообще мы не видели. Там два килограмма, то есть он начинался от шести. Это был самый мелкий у нас в акватории. А сейчас вот положительные какие-то сдвиги, ну в плане нашей акватории. То есть здесь стал нереститься. Последние годы, вот тем более прошлый год, стало много воды. Такого поднятия воды не было в последние, вот сколько я знаю, 10 лет. А это, конечно, положительно сказывается на рыбе, на нересте. Всегда замечал, что после полноводного года, следующий год-два сразу много малька, много рыбы. То есть нерест проходит, ну, как говорится, хорошо и, видимо, спокойно. То есть много воды разливается, по разливам рыба нерестится и там развивается. Увлечение подводной охотой Валерия активно поддерживает его супруга Юлия. Причем она достигла высоких результатов в своей деятельности. Подводной охотой занимаюсь 7 лет. К подводной охоте меня пристрастил муж. Привез вот сюда, в эти просторы. Одел костюм и говорит, ныряй, а дальше разберешься сама. Так все и пошло. И вот я начала. Первый раз, когда я погрузилась, мне безумно понравилось. Это такая красота, зелень. Это была осень, да? Еще было все зелененькое, красивое. Вокруг плавают рыбки. До того момента я еще не видела этого никогда. При этом она стала не просто подводным охотником, но и главным специалистом в поисках трофейных амуров, не раз занимая призовые места в соревнованиях по подводной охоте, в которых участвовала наравне с мужской частью населения. Первого амура я добыла где-то после года своей подводной жизни. Чаще стреляла сазанов. Судака очень редко встречаю. Самые попадаются, но я их не люблю. Не похожи они на рыбу, на нормальную. Еще и зубы противненькие у них. А вот как она начинает поиски амура. Обычно я встречаюсь с сазанами или с карасями под водой. Начинаю с ними беседу. Говорю, Сазан, Сазан, помоги мне амура найти, покажи дорожку. Он начинает плыть куда-то. Я плыву за ним. И в итоге вот она, стоит амур, ждет меня. Всегда рыбки мне помогают, если сильно попросить. Первого я не взяла, первого я только увидела. Это что-то большое такое. Акула показалась мне, она плыла прям по закрытой воде вокруг кустиков. Но я тогда еще не стреляла. Просто его посмотрела, представила. Стрелять не стала. А уже потом, когда представление имела, как он выглядит, что из себя представляет, что это синий такой красивый под водой, тогда я уже его стрельнула. И мне понравилось. Это вот самая любимая моя рыба в этих акваториях. Потому что он похож на рыбу. Он не страшный. И взять приятно в руки. То есть, когда я его стреляю, я его не сажу на кукан, я его хватаю вот так в охапку с травой и тащу к лодке, где бы она ни была. Как бы если я за выезд одного встречу, потом вижу других, я их, в принципе, уже не стреляю. Мне достаточно одного, чтобы он лежал здесь. Остальных уже я смотрю, где-то камеру беру, снимаю. Вчера у нас был специальный выезд на Амура. Других рыб, в принципе, я не трогала и не стреляла, потому что знала, что мне нужен Амур. В общем, выехали мы с утра с базы. Поехали на дальний кордон. По словам очевидцев, там видели последний раз Амуров. Вокруг базы называется это место Асаубай, то есть по одноименному, как сказать, озеру Асаубай. Рядом, значит, есть акваторий, который нас интересует. Это озеро Бабушинное. Не знаю, почему так назвалось, но вот Бабушинное. Мы находимся на реке Жидели, то есть это одно из ответвлений основных от Или. То есть Или здесь в дельте реки Или, самой в дельте, делится на четыре. Рукава Жидели, Ир, потом Нарын и сама Или идет. Но сама Или, почему его назвали именно тот рукав Или. То есть это, как говорится, он как раз таки не многоводный здесь. А основной идет как бы вот Ир и Жидели, второй по величине. Мы находимся на Жидели. Еще есть как бы акватории, которые нас интересуют. Это вот Максутколь озеро. У него есть как бы своя интересная история, как бы название и возникновение. Это озеро получилось вроде как рукотворное. Рукотворное в каком плане от реки Жидели. Когда-то давно, не знаю в каких годах, ну просто местные рассказывают, что значит один рыбак вроде увидел, что рядом с Жидели есть такая как бы низина. И он туда прокопал значит канал. Ну канал какой-то, речушку, чтобы начала идти вода. Потом то есть расширял там его, чтобы потом где-то размыло. И вот это значит оно образовалось. Озеро Максутколь, оно само мутное. А ближележащие акватории около озера, которые как бы через камыш там фильтруются, они оказались светлыми. Именно на это озеро и приехала наша группа подводных охотников. Вода в конце июня, когда состоялась наша поездка, прогревалась до 25-28 градусов. Так что трехмиллиметровый костюм – оптимальный вариант. Какое брать ружье – это самый главный вопрос. Хотя прозрачность практически везде позволяет использовать длинные ружья, но за счет того, что нужна высокая маневренность, где много травы, идеальный вариант – либо мощный пневмат 50-70 сантиметров, либо арбалет со смещенной рукояткой. Несмотря на то, что здесь не надо делать глубоких нырков, лучше использовать ласты подлиннее и лучше карбоновые. Пространства здесь большие, приходится очень много проплывать, чтобы выследить трофей. Приехали, и сплавали все озеро вдоль и поперек. Наша команда из трех человек, из четырех. Плавали в разных местах, и в камышах, и под камышами, и в траве, и за травой. Следов его жизнедеятельности найти не могли. Юле не помогли даже ее уговоры карасей и сазанов показать, где же прячется их гигантский родственник. Сазаны важно проплывали мимо, как будто понимали, что на них сегодня охота закрыта. Я-то как бы его достигал сам, этот опыт по амуру. Я его, наверное, первый стрельнул, наверное, года через три. То есть, в принципе, увидел его. Потому что потом-то я понял, что искал не там. То есть, я искал амура, где мне удобно. А сейчас как бы я бы порекомендовал амура искать, вот как раз где подводнику неудобно искать. Вот он там. То есть, это что значит? Это где побольше травы или где даже как бы не хотелось бы помутнее. То есть, вот, допустим, по амуру я, например, не ищу чистую воду, а еще немножко такую, чтобы помутнее была. Для него укрытие или трава густая, или мутная вода. Ну, как бы полумутная, как бы вроде как укрытие, ну, по крайней мере, хоть какое-то значит. Как же я его ищу-то? Ну, все-таки плыву, мне нравятся какие-то места. Вот тут, я думаю, вот травка специальная для судака. Думаю, здесь нужно быть осторожней, здесь должен быть судак. Как бы я тут аккуратней проплываю, заглядываю под все травинки. Ну, а когда я вижу травку более-менее подходящую для амура, и там еще вижу как бы, что такие есть, ну, в общем, трава, она как-то выглядит как шапка коричневая. А там видно, что прям выедена такая свежезелененькая. То есть здесь он, значит, был и только что кушал. Значит, здесь надо в округе его обшерстить, все, ну, как бы тщательно посмотреть. То есть я в одном месте могу плавать очень долго, то есть вдоль и поперек, и так, и вот так, пока не найду. Я даже специально плаваю туда, потом обратно, в том месте, где я знаю, что он точно здесь есть, но только его не видно. Ну, вот я стараюсь, да, в том месте задержаться и несколько раз проплыть. Особенно амур любит настоящую водоросль – хару. Другие рыбы тоже едят эту водоросль. В область удовольствием щиплет тонкие хрупкие веточки хары. Это растение в дельте или растет большими клумбами, образуя шапки в диаметре несколько метров, а может и полностью покрывать все дно озера. Эта водоросль растет и в озерах средней полосы России, но не вырастает до таких размеров. Помимо хары, амур может есть и другие водные растения. Я вообще всю рыбу люблю понимать, чем она питается. Там амура, когда разделываем, я сразу как бы первым делом, что он ест. То есть это как бы одна, ну по моему понятию, одна из методик, где его искать. Раз вот там кто-то добыли, первые там рыбаки-подводники амура, я сразу, ну-ка, кишочки вскройте мне, пожалуйста, вскрыли. Смотришь, камыш или трава? То есть камыш, понятно, значит сейчас камышом питается, в камыше надо его искать. Трава? Какая трава? Вот я вчера был, как сказать, но не особо удивлен. Я знал, что на эту траву тоже есть вот эти вот рдест, да. Какое-то время я был убежден, что он его все-таки не ест. Потом нет-нет, видел, что он его ест. А вчера, как говорится, его продукты жизнедеятельности посмотрел и там увидел, что именно он этот рдест ест. Вот эти листочки я там и заметил. То есть, ну как бы и смотрю, какую траву ест, значит, где его искать надо. В общем, моя интуиция женская меня привела к одному местечку, где мне показалось, что ему бы здесь понравилось, он бы здесь жил, была бы я Амуром, я бы там тоже жила. Тут я увидела, что он здесь есть, по его следам. В общем, есть там приметы определенные. Поплавала, пока самого Амура не увидела. Поплыла, вызвала свою лодку под крепление. Говорю, пойдемте здесь его искать, он здесь должен быть. В общем, искали мы долго, уже вечер. Я уже потеряла всякую надежду, что я встречу там Амура. И тут я вижу этот красивый силуэт, травка. Там, получается, открытая вода и стоит просто тень головы. Я вижу, что это не судак, не сазан. Это понятно, что стоит Амур, большая такая голова. Я думаю, вот ты где, родной. Оплываю чуть-чуть, чтобы как бы удобнее выстрел сделать. И вот результат. Я его застрелила. Да, он стоял, смотрел на меня и никуда не ушел. Да, он мне подплыть к нему поудобнее, сделать выстрел. А потом он уже спрятался, как забился в траву. Мне пришлось его еще долго выпутывать. Гарпун прошел насквозь. Получается, запутался весь в траве. Я начала его выпутывать потихоньку из травы. Амур – боец, но очень быстро устает. После выстрела делает мощный рывок и минуту-другую сопротивляется. Но потом очень быстро сдается. Понятно, что, как и любую другую защищенную рыбу, Амуров лучше всего стрелять по диагонали, под чешую, чтобы не рисковать с пробиванием толстой брони. Самое интересное было, когда я его уже распутала. Удачно такой выстрел был, как бы все органы остались целые, и он еще живучий плыл. Мы его еще в прогулку до лодки устроили. Он меня сам, в принципе, туда тащил. Как добыть Амура? Я говорю, нужны несколько вещей. Первая вещь – нужно не хотеть его добыть. Ты должен просто расслабиться и нырять, изучать. Когда ты сильно хочешь его добыть, вот ты его не добудешь. Это уже проверено. То есть, вот это вот, как перегореть или как там, да, существует. Вот сильно то, что у нас вот один ездит, человек, он так его хочет добыть, но вообще не видит. Ну, как, говорит Валера, там, порекомендуй. Я говорю, ну, не хоти ты его так добыть, пожалуйста. У него как зациклился. Все, да что такое, Амура, все добывают, я не могу добыть. Я говорю, да, Думан, да все не хотят так, как ты добыть его. Говорю, просто вот ныряй, говорю. Прислушивайся, во-первых, ко всем, кто добывает. Не кто там, это, теорию знает в интернете, там в этих вот, на форумах. Он там в основном слушает теорию. А говорю, вот здесь кто как советует методику добычи. Солнце уже садилось, и надо спешить на базу. Ведь до нее еще полчаса ходу через лабиринты камышовых проток. Вот самый крупный был сегодня, 18, сколько, 19 килограмм. До этого были меньше, 15, 16 был, ну, там уже меньше, 10-12. В следующий охотничий день отличился подводный охотник Александр Герасимов. Он привез на базу приличный трофей. 20 с копейками. Сколько? 21, считай. Ну, будем считать 21. С половиной. С половиной, это лучше. На самом деле, все произошло быстро. Справа увидел какое-то движение в камыше. Резко повернулся и, не раздумывая, стрельнул в хребет. Чтобы было наверняка. И все. Он без сопротивления упал на дно. Видео есть, все заснято. Из таких амуров на базе Дельта делают свое фирменное блюдо. Коктал из амура. Коктал делают так. Амура распластывают на две части. Сверху помидоры, перец, лук, баклажаны и другие овощи. Все это поливается майонезом и разными приправами. Потом маринованную рыбу помещают в коптилку, куда можно добавить немного вишневых веток для вкуса. Коптилка выполняет функцию огромной духовки. Блюдо стоит три часа на углях, где коктал доходит до готовности. Коктал – это традиционное казахское блюдо и означает «кок синий», «тал ива». Все потому, что изначально именно на ивовых ветках готовили рыбу горячего копчения с овощами. Очень красивое и вкусное блюдо, особенно из крупного амура. Кстати, коктал делают не только из амура. Ему можно приготовить и из крупного сазана. Очень хорошее. Держи. Спасибо, друг. Здесь, я говорю, что главное. Натуральный продукт, никакого искусственного разведения, отличные повара и хорошее настроение. Рецепт коктала. Если будете в этих краях, обязательно попробуйте казахское национальное блюдо «коктал». Рыба большая, рыба белая, рыба вкусная, особенно с картошечкой. Всем рекомендую. Приезжайте в Казахстан, на озеро Балхаш, чтобы отрезать такую вкусную рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова